Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Друзья, сегодня мы поговорим об очень деликатной теме и о волосах, которые есть абсолютно у любого мужчины и даже у меня. Друзья, сегодня тема затронет подмышки. Брить или не брить? В чем опасность бритья подмышек и как к этому относятся во всем мире? Ну что ж, друзья, поехали! Бритье подмышек – тема многих дебатов. Кто-то смеется над теми, кто бреет подмышки, кто-то говорит «фу, у него небритые подмышки», но тем не менее. Кто-то их бреет, кто-то нет. Нужно ли их брить? Друзья, каждый решает для себя самостоятельно, но причина неприятного запаха в жаркую, летнюю, вот прям знойную погоду – это именно волосы в подмышках. Пахнут не сами волосы. В подмышечных впадинах располагаются потовые железы, которые выделяют пот. Пот попадает на волосы и на волосах начинают развиваться плодица бактерий. Именно они являются источником неприятного запаха. Соответственно, сбривая или удаляя эти волосы, вы не даете бактериям шанса на размножение. Да, они также будут выделяться, также будут жить на коже, но здесь нам уже помогут другие средства. Изначально удаление волос помогает вам все-таки минимизировать неприятный запах. Что касается, если, допустим, вы думаете, что я не буду их брить, я буду просто использовать диазодорант либо антиперспирант. Во-первых, знаете ли вы факт того, что диазодорант и антиперспирант – это разные вещи, и они не равны друг другу. Что делает диазодорант? Диазодорант призван сделать так, чтобы ваши бактерии в подмышках не пахли. Он работает таким образом, что устраняет запах. Соответственно, какое-то время он работает, и когда он выдыхается, когда его эффект сходит на нет, запах проявляется опять. Как работает антиперспирант? Антиперспирант работает путем того, что он блокирует выделение пота. Он закупоривает именно сами железы и не дает выделяться поту. Вредно это или нет, споры не утихают, но вроде как не вредно. Мы не будем в это углубляться, эти средства есть, ими пользуются, и каких-то прям массовых негативных эффектов мы не видим. Но теперь вы знаете разницу между диазодорантом и антиперспирантом. Многие ребята после бритья просто берут и пшикают, допустим, себе антиперспирант. Так делать не надо. Кожа нежная, кожа чувствительная. Если вы бреете себе подмышечную впадину, обязательно успокойте кожу. Успокойте ее просто прохладной водой, либо успокойте ее тем же самым лосьоном на спиртовой основе. Почему лосьон я рекомендую для подмышечной впадины, а для лица нет? На подмышечной впадине все-таки в первую очередь мы ставим дезинфекцию. То есть мы обрабатываем спиртовым лосьоном, чуть-чуть подсушиваем кожу, чуть-чуть ее обрабатываем спиртиком. Да, чуть-чуть пощипет, но это незначительный негатив. Соответственно, если вы наносите одно из этих средств себе в подмышечную впадину, вы должны понимать, что наносить его желательно на кожу. Если у вас там волосы длиной 10 сантиметров, до кожи добраться будет очень тяжело. Также очень тяжело будет промыть саму по себе кожу, если у вас там довольно много волос. Последнее время во всем мире набирает популярность движения за естественной, что не надо ничего брить, не надо ничего вырывать, не надо ничего удалять. Каждый решает для себя самостоятельно, стоит ли удалять там волосы или нет. Если же все-таки вы решили избавиться от волос в подмышечных впадинах, то бритье с тонком не самый лучший способ. Сейчас объясню вам почему. Во-первых, как я вам уже сказал, в подмышечной впадине довольно много потовых желез и много бактерий. Если же вы нарушите кожный покров и туда попадет инфекция, тот же самый, что филококк, который живет у вас на коже, постоянно, то в таком случае вы рискуете получить себе очень неприятные последствия в виде воспаления, и вам потребуется хирургическое вмешательство. Мы реально проводили опрос, мы разговаривали с клиентами, мы спрашивали, просто анонимно их опрашивали, и что мы узнали? Многие ребята, вот, лежит у них отдельный станок для бритья подмышек, он лежит где-то на краю ванны, они его взяли, побрили, положили, побрили, положили, там копятся бактерии, он валяется где-то на краю ванны, он никак не дезинфицируется, не стерилизуется, это тоже очень опасно. Не забывайте о том, что бритье может нарушить кожный покров, вы можете поцарапаться, порезаться, и подмышка очень чувствительное место, там очень тонкая кожа, очень много капилляров, и там брить все-таки не рекомендуется. Я не говорю о том, что если вы прикоснетесь бритвой к своей подмышке, то это обязательно значит, что у вас воспалится подмышка, будет там гидроденит, еще что-нибудь, не дай бог. Нет, ни в коем случае, тысячи, сотни тысяч людей вреют себе подмышки и живут счастливо и долго. Но, во-первых, это недолговечно, во-вторых, это все-таки опасно, но вы просто рискуете, поймите, вы просто рискуете. Если вы хотите избавиться от нежелательных волос, вы можете подстричь их триммером. Да, до конца вы их не уберете, но сильно минимизируете. Вы можете использовать крем для депиляции. Это самый оптимальный способ, который позволяет избавиться от волос подмышечной впадине, либо сделать себе восковую депиляцию. Тогда в таком случае у вас на 2-3 недели волосы расти не будут. Лазерная же, либо фотоэлектроэпиляция могут вообще практически навсегда решить эту проблему. Еще раз повторюсь, друзья, каждый решает сам. Если вы решите все-таки побрить подмышечную впадину, друзья, незабываемо, то это то же самое бритье, оно ничем не отличается. Конечно, это проще всего делать в душе, когда вы распарены, когда волос распарены, так же наносите пену, либо гель, либо там взбиваете мыло. Но, так же наносите средство для бритья, так же все это брейте. Единственное, заведите себе отдельный станок. Не надо тем же станком, которым вы бреете лицо, брить подмышечную впадину. У вас должно быть два разных станка, которые хранятся правильно. Хотя бы если вы уже храните его просто в ванной, сначала надевайте на него защитный колпачок и кладете, перед тем, как использовать, хорошо его промойте, хотя бы просто промойте его под горячей водой. В идеале купите себе, допустим, перекись, либо миромистин, и перед бритьем обрабатывайте само лезвие. Просто полили его немножко и можете применять. Это позволит обеззаразить вам ваш инструмент. Не забываем о том, что самая главная опасность, это именно возможность занести инфекцию с помощью бритвы. Поэтому не забывайте обязательно ее грамотно дезинфицировать. Также, друзья, запомните, если вы хотите брить где-то волосы на теле, то вы должны понимать, насколько там нежная и чувствительная кожа. К примеру, на руках, когда вам нужно побрить для татуировки, кожа все-таки грубее, чем в подмышках. Если кожа чувствительная, если кожа, вы знаете, что она там мягкая, тонкая, то лучше используйте крема для депиляции. Если же, допустим, вам нужно побрить ногу для татуировки, либо многие, я знаю, там, бодибилдеры, пловцы, постоянно удаляют волосы на теле, то лучше все-таки использовать депиляцию. Этот результат будет дольше, и вам не нужно постоянно шкрябать кожу лезвия. К примеру, в одном из наших филиалов в городе Сочи мы открыли кабинет депиляции восковой. И это пользуется очень большим успехом. Руки, ноги, шея, спина. Особенно в южном жарком климате, когда много волос, это для многих мужчин и неэстетично, и просто элементарно жарко. Плюс, опять же, профессиональные спортсмены, бодибилдеры, пловцы чаще всего приходят именно за удалением волос, потому что им это мешает в спорте, им нужно их удалять. Друзья, следить за собой не зазорно. Кто бы вам что ни говорил, только вы решаете, стоит ли следить за собой, применять какие-либо гигиенические приемы. Всегда грамотно следите за своим телом и не забывайте о своем здоровье. Ну а если все-таки вы решили следить за собой по всем фронтам, то вы не имеете права забыть о своей стрижке и бороде. Записывайтесь на визит в любой наш барбершоп по ссылке в описании этого ролика barbarossa.top и вас ждет 20% скидка на первый визит. Выбираем филиал, записываемся и уверяю, наши мастера сотворят настоящее чудо с вашей прической. Ну что ж, друзья, ставим палец вверх, подписываемся на канал и пишем в комментариях, как вы относитесь к гритью подмышек. Ну что ж, друзья, до встречи в следующих выпусках.